всем привет сегодня такая тема вот решила я поднять ее потому что часто люди спрашивают что к чему как это происходит болезнь это или не болезнь короче про когда просыпает просыпается пыльца это только трипс или не только трипс то есть на самом деле как мы видим да смотрите вы можете увидеть что пыльца просыпалась просто так невооруженным глазом это может быть трипс но может быть и просто сухость воздуха при сухом воздухе навсегда ну часто просыпается пыльца очень часто она поставлю так вот красивше так то есть смотрите вот если при сухом воздухе смотрите что произошло видите бутончик хочет еще цвести дурик это просыпается то это просто сухой воздух как проверить наличие трипса что для этого сделать можно ну можно взять вот так вот аккуратненько ноготочком и постучать вот вы видите тут пыльца плохо просыпается не могу даже найти такой чтобы о вот видите вот пыльца просыпалась сейчас поднесу поближе покажу вот она пыльца вот видите ее немного но она просыпается этот это сухой воздух как понять если трипс или нет а это все просто вы его и так увидите на самом деле трипс его видно не вооруженным глазом зараза хочу сказать вам то еще очень трудно выводимая и когда вот так вот постучать можно по цветку он обязательно отсюда выползет он будет отсюда убегать то есть это сволочь она сидит здесь и жрет цветки только цветы жрет нет этот видите не хочет просыпаться тут о вон смотрите посыпалась но это сухость воздуха это видите никто не вылазит значит все у нас все отлично растюхи здоровы но это и понятно было вот еще бывает пыльца на старых вот просыпается цветочках но это такое дело в общем первым делом мы смотрим на то что если вы увидели просыпанную эту пыльцу постучите пальчиком аккуратно постучите пальчиком именно по тычиночкам вот именно вот сюда потому что он приживет и прячется именно вот здесь в центре тут он есть тычинки и из-за этого это сволочь гробит растения и как с ним бороться ну во первых это обязательно должна быть обработка многократная многократно то есть это надо брать какой-то индексицид какой-нибудь типа актарафита и прыскать прыскать по цветкам вот именно желательно по цветкам я когда-то ну все пишут да надо если трипс надо оборвать все цветы окей вы оборвали все цветы но вы же не видите протравили вы его или нет а когда вы обрабатываете по цветкам вы же прекрасно видите когда он умирает они могут тут вот трупиками лежать прям в цветочках конечно в махровых вы такое не так заметите конечно его а вот в таких обычных цветках то обязательно его видно не вооруженным глазом ну присмотреться конечно можно там миллиметр там не знаю сколько миллиметр да у него диаметр вот зараза конечно распространяется очень быстро очень быстро жрет она не только цвета нас ждет еще и листья но это при сильном поражении она ест листья и получается что нам надо его обрабатывать обрабатывать и обрабатывать пятикратная обработка это обязательно потому что этот гад он откладывает яйца и потом она все вылупливается через каждые там несколько дней в общем есть очень много информации по этому поводу очень много если кому-то интересно но я в принципе так уже все рассказала то есть как его обнаружить вы его обнаружили можно делать еще знаете как брать этот цветочек и над белой бумагой просто вот так вот трусить иголочкой можете зубочисткой так хотите можете пальчиком все что угодно все у вас есть под рукой все она пойдет такое остренькое такое чтобы постучать чтобы понять есть он там или нет если никто не вылазит значит это у вас просто сухо поэтому можно не кипишовать но если вы конечно увидели эту заразу мелкую мой вам совет сразу травить и и травить надо прям вот нещадно травить и даже можно и дозу увеличивать потому что она летает очень быстро распространяется он он очень быстро может съесть вашу всю коллекцию бороться с ним конечно очень и очень тяжело вы будете травить конечно себя сильно и травить растения свои поэтому вот так вот как понять трипс это или нет рипс я рассказала и бороться с ним в принципе я тоже рассказала брать и многократно обрабатывать мы в моем случае я не знаю какие препараты там других странах у нас вот хороший препарат я уже о нем говорила много раз и повторюсь это все таки у нас октарафит есть и в порошке и есть он жидком виде он биопрепарат он хороший и он хорошо борется с этой гадостью единственное что минус жидкого порошка он имеет запах и оставляет пятна сухой порошок он не имеет запаха и пятен не оставляет поэтому смело смело берем и обрабатываем а позировали нам сегодня лежанна и рс шериф это наши модели сегодняшние на которых было хорошо пока на которых я могла хорошо показать что было видно как это делается что и как с ним бороться с этой гадостью так что смотрите за своими растюшками всякое может быть можете его занести откуда угодно это такое дело вот но старайтесь не брать или неупроверенных людей не берите а лучше всего когда если даже понравилось что-то берите то тогда обрабатываете тоже карантин делаете может быть даже и большой надо смотреть по цветкам но я бы не обрывала никогда цветы я бы смотрела бы особенно трипса потому что его видно когда он умирает ему просто видно вот личинки лежат себе и ты понимаешь идет процесс борьбы с ним или не идет ну все а вам пышного прекрасного цветения пусть ваши растения не болеют радуют вас а вы подписывайтесь на канал лайкаем да задаем вопросики все пока пока до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok